В Алматы возможно появление салона красоты на колесах и ресторана, работающего на энергии солнца. Эти и другие идеи алматинские студенты сегодня презентовали в парке инновационных технологий. Притворяться ли их жизнь, ли их замыслы в жизни, расскажет Рамина Макаримова. Производство светодиодных ламп, применение энергии солнца в ресторанном бизнесе, кролиководческая мини-ферма, креативная реставрация обуви. Эти и другие бизнес-идеи были презентованы в ежегодной экономической игре. В числе лучших стартап-проектов, по мнению жюри, оказалась идея будущих специалистов гражданской авиации, которые предложили заняться хендлингом, перевозкой и доставкой заказанного пассажирами питания на борт самолета. А 18-летняя студентка колледжа моды и дизайна решила заняться созданием салона красоты на колесах, который позволит доставлять своих клиенток в назначенные места уже при полном марафете. На разработку проекта этого автобуса у меня ушел месяц. Изнутри он разделен на несколько частей. Отдельная комната под парикмахерскую, другая для маникюра, еще есть помещение для косметологических услуг и комната ожидания. Всего четыре секции. Одновременно в автобусе могут находиться до 20 человек. Такие деловые игры в Алматы проводятся каждый год. Как уверяют организаторы, в числе которых управление образованием, ассоциация колледжей и национальная палата предпринимателей, ежегодно число заинтересованных студентов растет, так как появляется мотивация для воплощения своих идей в жизнь. Таким стимулом для них выступают частные инвесторы. Если в прошлом году было всего 13 колледжей представлено и 30 проектов, в этом году у нас уже 30 колледжей и 65 проектов. То есть в два раза уже увеличилось количество. Также этот конкурс говорит о том, что на сегодняшнем мероприятии у нас будут присутствовать инвесторы, представители частных каких-то фирм, компаний, которых заинтересовали темы этих проектов. К примеру, в 2013 году для троих амбициозных ребят этот конкурс стал путевкой в мир бизнеса. Идеи мальчишек по внедрению вейкбординга на Каспийском море заинтересовались предприниматели. Теперь этот экстремальный вид спорта становится популярным в западном регионе страны.